МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире КРТВ новости. В студии Анастасия Евставхева в этом выпуске. Морозы как проверка на прочность. Вот это, и все горелки, и духовку включали на кухне. И обогреватель. Котельная КМЗ вновь преподнесла сюрприз. Кто виноват и что делать? Министр ЖКХ региона лично проследил за устранением последствий коммунальной аварии в Красногорске. Штаб пригласили прокуратуру, чтобы они приняли участие в этой работе и сделали свои профессиональные выводы. Закон о городском округе вступил в силу. Ликвидированы администрации и советы депутатов четырех поселений Красногорского района. Поселения упраздняются. Кто остался? Главная новость дня сегодня вступил в силу закон о создании городского округа на территории Красногорского района. Совет депутатов муниципалитета на внеочередном заседании проголосовал за ликвидацию администраций Красногорска, Нахабина, Ильинского и Отрадненского. Также единогласно народные избранники упразднили советы депутатов всех поселений и четыре контрольно-счетные палаты. Процесс ликвидации займет до трех месяцев, при этом работать над этим будут специальные комиссии. Администрация района была переименована в администрацию городского округа Красногорск Московской области, равно как и сам совет депутатов, а также должность главы Михаила Сапунова. На места заместителей руководителя городского округа были согласованы кандидатуры глав поселений Красногорского района. Владимир Куприянов, Олег Синицын и Владимир Цуканов возглавили территориальные управления, которые будут созданы на базе администраций соответственно Нахабина, Ильинского и Отрадненского. Все принятые советом депутатов сегодня решения вступают в силу с момента вынесения. С сегодняшнего дня администрация Красногорского района переименована в администрацию городского округа и приступила к исполнению полномочий городского округа Красногорск. Вот это главное. Поселения упраздняются. На базе поселений двух сельских и Нахабина созданы территориальные управления, которые будут исполнять полномочия городского округа. Нахабина теперь микрорайон Красногорска. Это единственное изменение границ населенных пунктов. Села останутся селами. Три деревни Козина, Нефедева и Желябина будут по-прежнему носить этот статус. При этом замены документов новоиспеченным красногорцам не потребуются, говорят, в правовом управлении администрации. Ну а теперь к теме, которая не сходит со страниц информагентств, газет и выпусков федеральных телеканалов. В исторической части Красногорска осталась без отопления самые суровые морозы этой зимы. Минувшие несколько дней ликвидировались последствия коммунальной аварии. Сначала сбой из-за мороза дала старая котельная на КМЗ. Затем поспешили действовать работники управляющей компании. Дома в историческом центре стали остывать еще в субботу вечером. Тогда же на место аварии выехал глава Михаил Сапунов. Уже в воскресенье в Красногорске был развернут оперативный штаб. Решения по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения в 84 домах принимались совместно. Работали специалисты Министерства ЖКХ Московской области, котельной Красногорского завода имени Зверева, управляющих компанией МЧС и полиции. В соцсетях в 3 часа ночи сегодня появилось сообщение главы Михаила Сапунова, что на котельной запущены все три котла. Их работа вошла в штатный режим. Привелики всех специалистов. Мы запустили три котла. Они полностью стали в режим. Вчера в ночь мы запустились, пустили тепло. Температура теплоносителя была нормальная. И, в общем-то, все было нормально. Сегодня утром, значит, последствия прошлой аварии, значит, выдавлено было прокладки двух котлов. Были разморожены, спустяки были раздавлены. И был залит водой один из сетевых насосов. В итоге упало давление в сети первого контура. Мы получаем первый контур от котельной. Дальше у нас есть 4 СТП, по которым мы раздаем, собственно, по нашим социальным объектам. Давление было резко упало. Но, тем не менее, значит, мы сохранили сейчас циркуляцию. Предполагалось поэтапно давать тепло. Собственно, батареи в квартирах начали прогреваться. Однако произошел новый сбой. Причина очередной волны проблем. По заявлению руководителя Министерства ЖКХ Московской области, стал скачок давления газа. Руководитель ведомства Евгений Хромушин сегодня лично контролировал ход восстановительных работ в Красногорске. Сегодня рано утром без тепла. По данным Министерства ЖКХ, оставались 26 домов в центре Красногорска. Уже к полудню было восстановлено теплоснабжение в 9 жилых корпусах на улицах Речная, Октябрьская, Школьная и Пионерская. Однако днем батареи по-прежнему оставались холодными в 17 домах. В течение следующих двух часов, я думаю, что мы все эти дома запустим. Причиной затянувшейся ликвидации аварии на котельной, которая к сегодняшнему дню уже работала в полную силу, стал скачок давления газа. Сработала автоматика, которая и отключила котельную. Осложнил ситуацию последующий гидроудар. Управляющая компания ООО ДЭС не санкционирована, не имея на то ни полномочий, ни команды оперативного штаба, спустила теплоносители в домах. Это является уже даже не правонарушением, это является преступлением. Поэтому сегодня в штаб пригласили прокуратуру для того, чтобы они приняли участие в этой работе и сделали свои процессуальные выводы. И если бы не сливали теплоноситель, то таких проблем бы на самом деле не было. В результате подключать дома пришлось не то что поэтапно, а каждый по отдельности, буквально вручную. В министерстве ЖКХ сказали, что сегодня в жилом фонде, который греется от котельной КМЗ, должны провести все необходимые для подачи тепла работы. Анастасия Евставьева, Марьяна Быстрова, КРТВ. Последние данные в МЧС по Московской области заявили, что работы по восстановлению отопления всех домов планируется завершить сегодня до полуночи. С десяткой корпусов еще продолжают работать бригады управляющей компании. Какие меры предпринимаются, узнавала Валентина Титова. О, горячие. Горячие? Ага. Светлана Михайловна проверяет батареи уже по привычке. Сегодня они, наконец-то, теплые. До этого, как утверждает женщина, семье пришлось изрядно померзнуть. Чтобы хоть как-то согреться, задействовали все имеющиеся ресурсы. Включали газовую плиту и электроприборы. И спали все вместе на одной кровати. Так теплее. Вот это и все горелки и духовку включали на кухне. И обогреватель. Ну да. А больше ничего нет. Ну и одеяло. Он еще там ватный. Закрывали все двери, чтобы лишних сквозняков не было. Все вместе спали, да? Угу. Ну потому что в других комнатах просто очень холодно. Если жильцы неотапливаемых квартир сами заботились о том, как согреться, то чтобы не дать домам остынуть окончательно, в подъездах многих из них установили специальные тепловые пушки. Самое опасное – это места общего пользования. Если в квартирах жители хоть каким-то образом там обогреваются за счет собственного тепла, за счет обогревательных приборов, и там минусовой температуры не было, размораживания системы не было, то там, где места общего пользования, там была угроза размороживания системы тепловой. И для этого нужны были тепловые пушки, чтобы поддерживать плюсовую температуру подъезда. В районе двух часов дня, по заявлению рабочих, проводивших ремонт, отопление в этом доме было восстановлено. По словам замминистра ЖКХ области Владимира Мельника, причиной столь долгого восстановления теплоснабжения стал скачок в подаче газа на котельные КМЗ. Скачок в подаче газа был, в основном, на наш взгляд, из-за крайне низкой температуры. Но это первое. Это явилось причиной определенных проблем с запуском котлов, с вторичным запуском котлов на котельные Красногорского электромеханического завода. На это понадобилось достаточно много времени, так как произошло определенное залитие пусковых элементов. И пока с этим разбирались и с наладчиками, и с сотрудниками Красногорского электромеханического завода. Вот как раз котельный Красногорский электромеханический завод. Это заняло там практически полдня. И только к концу вчерашнего дня стали подавать нормальным образом теплоносители. По словам замминистра, не все ведомственные котельные готовы к работе в таких экстремальных условиях. Но выводы после произошедшего ЧП уже сделаны. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ. В КГБ номер 3, которая также попала в зону аварии, восстановили отопление еще утром. Как сообщают в Минздраве Московской области, пока температурный режим в зданиях учреждения не восстановится, госпитализировать пациентов будут в другие больницы. Накануне по причине аварии из третьей городской больницы были вывезены 13 пациентов. Они были направлены в Химкинскую ЦРБ и психоневрологический диспансер. Остальные выписаны на амбулаторное лечение. Больных, поступающих в КГБ номер 3, пока температурный режим не стабилизируется, аналогично будут перенаправлять в ближайшие больницы. По направлениям третьей больницы, терапия, психоневрология и инфекционные заболевания сегодня работают первое КГБ Петрово-Дальневское и Дедовское. Все социальные объекты, включая детские садики и больницы, на сегодняшний момент включены. Причем больницу включили еще ночью. С учетом того, что там нет тяжелых больных, было принято решение, так и не знали, как долго будут устранять ситуацию, их перевести в другие места. Тем не менее, достаточно быстро проверили и ремонт системы отопления. Вот областной МОСВС проводил ремонт отопления в детских садах. Больницей занималась теплосеть. Красногорского района тоже оперативно все сделали. Они же помогли на котельной КМЗ по ремонту, по запуску котлов, ремонту насосов. Поэтому по котельной сейчас ситуация и по социалке абсолютно стабильная. Из-за аварии на котельной КМЗ сегодня не открыл свои двери 32-й детский сад. Золотой ключик оставался без отопления и горячей воды. По данным управления образования района, все остальные дошкольные учреждения работают по графику. По данным управления, на карантин не закрыт ни один садик. Дети школьного возраста отдыхают планово до 11 января. В среду заработают все общеобразовательные учреждения. Министр образования Московской области Марина Захарова рассказала, при каких погодных условиях школьники и воспитанники детских садов могут не посещать занятия. Она отметила, что соответствующие нормы прописаны в письмах Министерства образования и науки России и СанПИНА. Так, ребята первых-четвертых классов остаются дома, если температура воздуха за окном 25 градусов и ниже. Пятых-девятых классов при минус 30 и ниже десятых-одиннадцатых классов при минус 31 градусе. В школе средний температурный режим должен быть от 18 до 24 градусов со знаком «плюс». Это зависит от того, учебный ли это кабинет лаборатории или спортивный зал, пояснила Захарова. Глава ведомства уточнила, что внезапные, внеплановые каникулы, если они и состоятся, то не должны сильно повлиять на образовательный процесс. Сегодня домашние задания могут быть получены и в электронном виде. Также есть возможности дистанционного обучения, заключила Захарова. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил областному министерству ЖКХ о необходимости постоянного контроля за технологическими параметрами сетей тепла, газа, воды и электроснабжения. В понедельник глава региона провел совещание с руководящим составом областного правительства. Все это является зоной повышенного риска, и министерство ЖКХ должно это контролировать в регулярном режиме, заявил Воробьев. В Люберцах 6 января произошла авария на распределительно-трансформаторной подстанции МАЭСК. В результате ЧП 32 тысячи жителей остались без света и тепла. В такой же ситуации оказались почти 70 тысяч жителей Котельников, Дзержинского и Латкарина. В Королеве жители 66 домов в микрорайоне Юбилейной остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. В Красногорске 8 января произошел технологический сбой в обеспечении теплоснабжением и горячим водоснабжением. Авария на Котельной случилась 7 января. Без тепла продолжительное время оставались 12 тысяч жителей. Какие дома вновь обогреваются в полную мощь? На своей странице в соцсети оперативно сообщает глава Михаил Сапунов из последних сообщений. Цитата. На оптические 16 подается тепло, речная 6 с теплом и только что пустили. Помимо лютых морозов добавляют трудности и туман. В ближайшие часы может увеличиться число ДТП из-за данного погодного явления. Об этом сообщило главное управление МЧС по столице. Также вероятны затруднения в автомобильном движении. МЧС порекомендовало водителям в условиях тумана снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также в ведомстве отметили, что не следует делать резких маневров, обгонов и перестроений. Пешеходам же порекомендовали использовать светоотражающие элементы на одежде. По данным ведомства, туман с видимостью 200-500 метров в столичном регионе сохранится до утра 10 января. Главной информацией на сегодняшний день, которая волнует всех и каждого, это, конечно, о погоде. Желтый уровень опасности объявили в московском регионе на 10 января из-за низкой температуры воздуха. Впрочем, аномальные морозы, которые пришли в московский регион, отступают. Уже во вторник будет относительно тепло, всего минус 9 днем. К воскресенью синоптики вообще обещают плюс 2. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции, по электронной почте. С вами была Анастасия Евставхева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин